Трагедия в Рыбинске. Мужчина убил бывшую сожительницу, ранил ее коллегу и себя. Шокирующее ЧП произошло в стенах школы. Здесь снимали кино, тренировались спасатели, даже танцевали на крыше. Заброшенный элеватор на резинотехнике доживает последние дни. На пост градоначальника претендует семеро. Среди кандидатов есть иногородняя. Комиссия по выборам мэра Ярославля сегодня завершила свою работу. Передвижная часовня для защитников Донбасса. Автомобиль УАЗ с иконами внутри будет курсировать между батальонами. Бойцам будет где помолиться, исповедаться, покреститься. Горячий суп, хлеб и чай верующие кормят нуждающихся сейчас. Когда температура уходит в минус, особенно важно поддержать бездомных и голодных. Подготовка продавцов, лавочников и торговая школа 125 лет назад. Теперь 10 направлений и другое название. Ярославский торгово-экономический колледж отмечает солидный юбилей. Здравствуйте! В эфире новости на городском телеканале и в студии Елизавета Корегина. Трагедия в Рыбинской школе. Сегодня днем в учебном заведении на Баженова мужчина зарезал бывшую сожительницу. Она работала в канцелярии школы, потом ранил коллегу, убитая из себя. Урока в школе не было, дети на каникулах. Как сообщают региональным управлением ВД, причиной неадекватного поведения 41-летнего мужчины стала ссора, которая случилась прямо в школьных стенах между бывшими и гражданскими супругами. Как стало известно городскому телеканалу, мужчина пришел в школу с букетом, вместе с дамой пил чай с тортом. В какой-то момент случилась ссора, в ходе которой этим же кухонным ножом, которым только что разрезали торт, пырнул экс-сожительницу регионального управления. Следкома России возбудило уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц» с целью сокрытия преступления. Прокуратура проводит свою проверку в погибшей женщине. Было 40 мужчинам под охраной в клинике. Подозреваемый задержан. В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователям решаются вопросы по избранию меры пресечения. Рыбинской городской прокуратурой по поручению прокуратуры Ярославской области осуществлен выезд в среднеобразовательную школу номер 43 города Рыбинска, где сегодня было совершено особое тяжкое преступление. Ход результата расследования уголовного дела поставлен на исполняющем обязанности прокурора Ярославской области Дмитрием Чумаком на контроль. Ярославские следователи выясняют обстоятельства ЧП на одном из заводов. На территории крупного предприятия обнаружено тело мужчины. Оно находилось на дымовой трубе на верхней площадке обслуживания. Как пишут свидетели происшествия в соцсетях, тело с высоты снимали краном. По предварительной информации, погиб 43-летний рабочий подрядной организации. Он зашел по пропуску на территорию завода и не вышел. Бывшее здание зернохранилища и хлебные базы госрезерва на резинотехнике демонтируют. Взорвут заброшенный элеватор 7 ноября. Подрядная организация уже штробит бетон. Нужно сделать более 10 тысяч углублений в стенах, чтобы заложить взрывчатое вещество. Это необходимо для того, чтобы при подрыве здание сложилось вовнутрь. Заброшенный элеватор привлекал внимание экстремалов. На нем танцевали, прыгали с помощью веревок. Потом выкладывали свои геройства в соцсети. Живописная натура привлекала кинематографистов. Там снимали фильм из жизни репрессированных. Спасатели устраивали учения всероссийского масштаба. Местное пространство представляли собой отличный тренажер. Студенты политеха несколько лет назад разработали проект многофункционального культурного центра с музеями, ресторанами и зимними садами. Футуристическая конструкция связывала все здания стеклянными переходами. В 2007 году здесь хотели построить многоэтажные дома со сдачей в 2014. И вот теперь все-таки снесут. Ввиду того, что эти здания высокие, железобетонные, то собственникам принято решение демонтировать их методом направленного взрыва. Территория хлебной базы, она уже на протяжении, наверное, последних 10 лет неоднократно меняла своего собственника. И новый собственник решил ее осваивать. Это зона застройки Ж3, малоэтажное жилищное строительство, допустимо, на этой зоне. Ярославна перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей. Женщине позвонили неизвестные, которые представили сотрудниками правоохранительных органов и банка. Они убедили ее снять накопление со своей карты и положить на так называемый безопасный счет, чтобы предотвратить несанкционированное списание денег. Потерпевшая не стала проверять информацию в банке и выполнила указания злоумышленников. Сначала Ярославна перечислила через банкомат 145 тысяч рублей. Затем мошенники убедили молодую женщину оформить три кредита и перевести финансы на указанный номер карты. В итоге общий ущерб составил почти 2 миллиона. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Допустили всех семерых претендентов. Председатель муниципалитета Сергей Калинин сегодня озвучил городскому телеканалу имена кандидатов в мэры. В списке разные люди по возрасту, узнаваемости и профессии. Ярославцем известны Артем Молчанов, заместитель председателя регионального правительства. Александр Трудоношин, глава администрации Кировского и Ленинского районов. Анатолий Коширин, депутат муниципалитета Ярославля. Также в числе кандидатов Александр Симон, главный редактор одной из ярославских газет. Андрей Головин, некогда возглавлявший одно из подразделений куми-мэрии. Сейчас временно безработный. Среди претендентов на кресло градоначальника ранее не засветившийся в региональной политике Владимир Думкин и Сергей Павловнин, оба из Костромской области. Напомню, в составе комиссии по выборам мэра 16 человек. Восемь из них были выдвинуты губернатором. Еще восьмерых членов определил муниципалитет. Это депутаты городского парламента. Сегодня состоялось заседание конкурсной комиссии. Она и утвердила кандидатов мэра Ярославля. Все кандидаты представили полный пакет документов. Этот пакет документов был проверен контролирующими органами, которые подтвердили достоверность представленных информации всеми семерными кандидатами. И на этом основании комиссия единогласно приняла решение всех семерых допустить. 7 ноября на заседании муниципалитета Ярославля кандидаты представят свои программы развития города. По итогам презентации большинством голосов депутаты выберут мэра. Само голосование будет открытым. Передвижная часовня для защитников Донбасса. Автомобиль УАЗ передали Синодальному отделу по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ во главе с Иреем Петром Гриценко. Батюшка с 2014 года был духовником батальонов, окормлял воинов и параллельно выполнял гуманитарную миссию на Донбассе. Просьб покреститься, исповедаться, помолиться много часовни на колесах придется кстати. Здесь же будет располагаться и заступница русского воинства – Казанская икона Божией Матери. Внутри буханки предусмотрено место для образов. Автомобиль – бескорыстное пожертвование благодетеля по имени Павел. В передаче машины принял участие Ярославец Сергей Фотин, который сейчас находится в Луганске. Верующие кормят нуждающихся. Акция «На корми голодного» в Ярославле проводится уже 10 лет. Бесплатная кухня привозит горячее питание три раза в неделю. В очередь стоят бездомные, неимущие и пожилые. Сейчас, когда в Ярославле резко похолодало, таким людям особенно нужна помощь. Владислав Старожук рассказывает. В Заволжском районе через дорогу напротив Яковлевско-Благовещенского храма в 12.30 собираются нуждающиеся. Под Старой Березой прихожане расставляют столы и выносят бидоны с горячей едой. Здесь ходят люди, которым действительно нечего есть. Вот вообще нечего. Есть от слова совсем. Меня вот эта вот кухня очень выручает. Я настолько благодарна. У меня вся пенсия ушла на кредиты. Я ничего не получаю. Сын живет отдельно, помогать мне некому. Вот это вот просто низкие поклоны. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Перед трапезой обязательно молитва. Нуждающихся кормят здесь три раза в неделю. На такой обед каждый раз приходит около полусотни человек. Среди собравшихся можно встретить даже поэта-песенника. Квартплаты, кредиты, вот пенсии вся. Так что же вы едите? Спросил меня братан. Помойки помогают и церковь подойдет. Пока не умираем, быть может, поживем. У каждого приходящего сюда своя печальная история. Кто-то оказался на улице, потеряв кров. Кто-то остался без средств к существованию и возможности вернуться к прежней жизни. У всех здесь разные судьбы. Общее только чувство голода, которому сейчас добавилось желание согреться. Горячая пища помогает и побуждает к откровениям. Бухать меньше надо. Вот и все. За маму переживать, за своих семей переживать. Это, знаешь, переживание – это откладывание в душе момента. Еду готовит один из ресторанов города. Привозит и раздает церковь. Сегодня был суп картофельный, мясной. Очень вкусно запахнуло. Аппетитный такой. Все говорили вкусный суп. Хлеб, чай. На праздники бывают у нас пирожные. Уже много лет мы проводим гуманитарные сборы. Вот Рождество, Пасха. Среди прихожан собираются какие-либо вещи, может быть, продукты длительного хранения или какие-то средства гигиены, которые также раздаются как такая помощь, как подарки для всех нуждающихся людей. Многие неравнодушные считают, что помогать надо. Согласно свежим результатам социологического опроса в ЦИОМ, 77% россиян в ближайший год готовы поддержать благотворительные фонды для поддержки бездомных граждан. Я решил пообщаться с ярославцами, гостями нашего города, чтобы узнать, а готовы ли они помочь. Люди бывают в разных ситуациях, конечно, оказываются. И каждый может оказаться на этом месте. Думаю, такие благотворительные фонды должны быть, все-таки существовать. Но опять же, многие люди, наверное, этими пользуются, что не хотят ничего делать, шевелиться и выбираться из той ситуации, в которой они оказались. Скорее одежду, одежда, продукты, вот есть такая возможность. Поэтому не только так. Финансового, наверное, нет. И знакомые, каких мы знаем, они тоже в основном вот такими вещами помогают. Я книги сдаю, одежду сдаю, какие-то там, которые переработкой или перераспределением занимаются, ну, деньгами. Действительно, неравнодушных людей немало. Как утверждал афинский философ Платон, помощь – это препятствие для существующего или возможного зла. А потому те, кто помогают, продолжают это делать и дальше. А сюда каждый понедельник, среду и пятницу будут приезжать машины с горячей едой для нуждающихся. Владислав Старожук, Михаил Орлов, Новости города. К другим темам. Для ярославских студентов увеличилось количество вакансий в различных компаниях. Популярная карьерная платформа исследовала данные различных сервисов по поиску работы. Наибольший спрос наблюдается со стороны производства. В этой отрасли по сравнению с сентябрем число вакансий выросло на 120% в сфере финансов и инвестиций учащимся в вузах стали предлагать на 50% больше мест. На третьем месте по популярности IT-специалисты. По словам экспертов, такой ажиотаж по поиску новых сотрудников зафиксирован впервые за год. Причина, по их мнению, частичная мобилизация, которая вызвала нехватку кадров. Стартап студентов ЕГТУ получит миллион рублей. Степан Новожилов разработал платформу, которая предоставляет массу полезных сервисов учащимся политеха. В мобильном приложении можно найти актуальное расписание занятий, увидеть свои оценки, список контактов однокурсников и преподавателей, карту вуза, афиши событий. Кроме того, Супер А позволяет заказывать справки из вуза и подавать заявления онлайн. Сегодня экосистему Student5, так называется приложение, активно использует почти 3000 студентов университета. Разработчики строят планы развития платформы. Конкурс «Студенческий стартап» проводится Российским фондом содействия инновациям и направлен на то, чтобы делать университеты местом воплощения идей и стимулировать молодежное предпринимательство. Проект студентов Политеха стал единственным победителем от Ярославской области, который будет профинансирован в будущем году. Мы сделали платформу, которая позволяет студентам получить доступ к информационным системам вуза в один клик. Мы оформили это в виде мобильного приложения и каждый сейчас в ЕГЭТУ может скачать его и воспользоваться сервисами. Идея создания этого приложения возникла, исходя из моих потребностей, потому что я сам, когда пришел на первый курс, понял, что мне очень не хватает этого. И поскольку я разработчик, я решил закрыть это своими умениями. На самом деле, это приложение позволяет очень много времени сэкономить и не тратить его на поиск информации из разных источников, а можно очень удобно зайти и все в одном месте посмотреть. Очень помогает, когда торопишься куда-то на пару, помогает ничего не забыть. Путь длиной в 125 лет Ярославский торгово-экономический колледж сегодня отмечает солидный юбилей. За плечами несколько преобразований, объединений и огромное количество квалифицированных выпускников. Богатую историю одного из старейших учебных заведений среднего профессионального образования окунулась Екатерина Сысоева. Подходящий подарок колледжу со столь богатым прошлым музей, рассказывающий его историю. Своё летоисчисление учебное заведение ведёт с конца 19 века и четырёхклассной торговой школы. Она была основана в честь бракосочетания императора Николая II и императрицы Александры. Здесь готовили приказчиков, продавцов и специалистов для стремительно развивающихся торговли и промышленности. Через несколько лет школу объединили с коммерческим училищем и под новое учебное заведение построили большое красивое здание. Сегодня оно известно нам как дворец пионеров на улице Советской. В 20 веке учреждение ещё несколько раз преобразовывалось, пока в 70-е годы не стало областным торговым училищем. В советское время выпускали продавцов, контролёров, кассиров, товароведов. Это основные были специальности. А затем стали в 90-е годы выпускать коммерсантов. Появилась эта профессия, эта специальность. О советских годах истории колледжа рассказывает другая, ностальгическая для многих экспозиция. Помимо характерной атмосферы эпохи советов, представлены, например, кассовые аппараты, на которых ещё несколько десятков лет назад здесь учили работать. Современное учебное заведение окончательно сформировалось в 2015-м, когда областное торговое училище и бывший техникум советской торговли объединились, как и их предшественники, сто лет назад. И хотя за эти годы профиль обучения не менялся, сейчас он значительно расширен. «Захотела попробовать себя в гостиничном деле. Это очень интересно. Мне очень нравится». «Я круглый отличник. Вообще абсолютно круглый. Не пропустила ни одной пары за три года обучения». Колледж выпускает специалистов торговли, логистики, бухгалтерского учёта, страхового дела, гостиничного бизнеса, сервиса и туризма. Готовит мастеров поварского и кондитерского искусства сферы общественного питания. «У нас очень много медалистов региональных чемпионатов молодые профессионалы. Очень много медалистов, которые принимают участие в региональных олимпиадах во всероссийских и международных. Мы тесно сотрудничаем с Донецкой Народной Республикой, с Институтом торговли и коммерции. И недавно у нас была конференция, где ребята тоже заняли почётные призовые места». Поздравления и награды сегодня в адрес и студентов, и преподавателей за отличную учёбу и добросовестную работу соответственно. Благодарности от департаментов образования и агропромышленного комплекса, областной думы и муниципалитета Ярославля. «Большая кузница кадров, потому что даже не все выпускники идут работать по тем профессиям, которые здесь получили. Вот сегодня в зале у нас присутствует Шетнева Наталья Валентиновна, тоже выпускница этого колледжа, являющаяся на сегодня одним из сильнейших специалистов в области ЖКХ. Но когда ребята идут учиться по профессиям, связанной с торговлей, с экономикой, конечно, это усиливает потенциал региона». Вот это учебное заведение обеспечивает трудовыми кадрами и торговые предприятия, у них очень много партнёров, с которыми они взаимодействуют, и предприятия общественного питания. Действительно, не только для района, но и для города, для области. Готовятся кадры и очень в важных направлениях. Наград удостоены и выпускники. Традиционно каждый год отличившихся включают в золотой фонд колледжа. Екатерина Сысоева, Василий Мосин. Новости города. Ярославцы завоевали золото и серебро на национальном чемпионате Белимпикс. В Москве завершился финал состязания профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. За победу в 6 из 40 основных компетенций боролись 7 ярославцев. По итогам чемпионата в категории «Студенты» Павел Люсин и Александр Ненастев завоевали золото в компетенции «Кулинарное дело». А Елена Курлова стала лучшей в компетенции «Ноктевой сервис». Елена – студентка Ярославского колледжа сервиса и дизайна. Перед отъездом в столицу о ней рассказывал городской телеканал. И в продолжении темы побед ярославских студентов уложила волосы на серебро. Студентка колледжа управления и профессиональных технологий заняла второе место на чемпионате России по парикмахерскому искусству среди учебных заведений. Конкурс завершился в Москве. Благодаря чему удалось занять призовое место и какие впечатления остались. С начинающим мастером познакомился Александр Захаров. Елизавета Власова тренируется в родном колледже по 7 часов в день укладывать волосы. Помимо этого берет работу на дом. Благо в этом ей помогает манекен женской головы. Именно с ним она принимала участие и на чемпионате России по парикмахерскому искусству. Он проходит третий раз среди учебных заведений в Москве. Для меня это впервые такой какой-то глобальный масштабный конкурс. И сначала было страшно очень. А потом как-то расслабилась и все получилось. Готовилась к этому конкурсу я достаточно долго. То есть целыми днями с утра до вечера делала одну и ту же прическу. И в принципе результат того стоил. Результат – второе место на конкурсе, которое Елизавета взяла с женской галлопрической для торжественного вечера. Кроме того, по словам девушки, это принесло и бесценный профессиональный опыт и умение держаться на публике. Наставница студентки отмечает, залогом победы стало творчество ученицы. Она вот выполняет все, она прислушивается. И очень даже хорошо, что она видит свое, советует, предлагает. То есть не то, что я ей сказала, да, вот это мы делаем только так. Нет, тут и ее творчество тоже. Вот именно, что вот такие моменты, когда это мы вместе думаем, иногда бывает вечером она мне звонит, у меня вот такая идея, говорю, хорошо, завтра встретимся, и мы это попробуем. Специальность парикмахера преподается в колледже почти 30 лет. В настоящее время на этом направлении учатся 80 студентов. Парикмахеры у нас давно уже реализуются как направление подготовки. Хорошие, замечательные мастера, высококвалифицированные, профессионалы своего дела. И поэтому наши студенты довольно часто становятся победителями различных конкурсов, олимпиад, чемпионатов, WorldSkills ежегодно. Мы всегда входим в число лидеров. Сама Елизавета считает, что участие в конкурсе это только начало пути и уже начинает готовиться к следующему чемпионату, чтобы доказать, что Ярославль по праву является кузницей кадров и чемпионов по парикмахерскому искусству. Александр Захаров, Евгений Симоненко, Новости города. Сегодня в Ярославле подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2023». Это соревнование для молодых учителей, стаж работы которых не превышает 5 лет. За звание лучшего в своем деле в этом году боролись 28 педагогов из 9 муниципальных образований области. Все продемонстрировали любовь к предмету, стремление развиваться. Они преподают самые разные дисциплины, причем так, чтобы это было интересно детям. К примеру, победитель областного конкурса учитель начальных классов Ксения Соловьева из Рыбинска использует на уроках математики у малышей технологию визуализации. С помощью картинок и схем ребята проще усваивают материал. За плечами Ксении заочный этап конкурса и очные испытания. Презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается» открытое занятие и публичное выступление на тему. Сегодня прошло итоговое испытание ток-шоу «Профессиональный разговор». В следующем году Ксения Соловьева будет представлять Ярославскую область на всероссийском конкурсе. Если учитель хочет, он найдет подход к любому ребенку, к тому, кто в гадзе спасти она в гаджетах, к тому, кто любит книжки, к тому, кто занимается плаванием, футболом и чем угодно. Привудит. Японскую мудрость очень на нам не дает силы. Если ты не можешь изменить направление ветра, подними паруса и ты достигнешь своей цели. В Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого прошел праздник «Русская ярмарка». Это финал ежегодного творческого конкурса для детей и юношества «Голос книга». В этом году конкурс проводился в седьмой раз. Стартовал в начале года и вот торжественное завершение. В 2022-м творческое соревнование посвящено Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Дети присылали видео со своими выступлениями. Номинации соответствовали ярмарочному действу. «Райок», «Кукольный театр», «Хоровод» и «Балаган». «Рябина краснолиста», «Краснокиста», «Красноягодиста», «Рябина краснолиста», «Краснокиста», «Красноягодиста». Или «Убенька 5,5», «Убенька 5,5», «Убенька 5,5», «Убенька 5,5». Отлично, хорошо. Понравилось ли вам участие в конкурсе? Очень понравилось. Да, и мне тоже. Примерно 40 человек было участников, 4 номинации. В итоге у нас в финале 7 человек. Среди из победителей у нас есть одна многодетная семья. Самому маленькому участнику нет еще и года, потому что он как раз из-за этой многодетной семьи. Дорожный сезон в Ярославле близится к завершению. Финиширует и благоустройство по губернаторским программам. Это же касается и части других приоритетов для областной столицы. В течение четырех недель по четвергам в программе на повестке дня будем подводить итоги реализации масштабных проектов в каждом из районов города. И начнем с центральных. На вопросы моей коллеги Екатерина Сысоева ответит Александр Трудоношин, глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля. Эфир в 19.20 на городском телеканале. Далее к спортивной части выпуска. Дорогие друзья, приглашаем вас 4 ноября в Рио на яркий праздник Дня народного единства. В программе мастер-классы, выставка картин и большой праздничный концерт. Ведущие праздника солист группы доктор Ватсон Виктор Щедров и экс-солист Владимир Овчаров. Ждем вас 4 ноября в Рио на Тутаевском. Начало в 14 часов. Команда Ярославской области по плаванию завоевала 35 наград. В Подмосковной Рузе завершился чемпионат и первенство Центрального федерального округа. Наш регион представляли спортсмены из Ярославля и Рыбинска. 7 десятков человек. Они проходили разные дистанции, разными стилями и соревновались с эстафетами. Всего за медали боролись 850 участников. Лед, надежда, красота. В Ярославле завершилось первенство по фигурному катанию. 80 спортсменов от 5 до 14 лет состязались в трех категориях. Дебют, новичок, юный фигурист. Отмечу, в соревнованиях участвовали ребята из нашего региона и соседних Вологды, Твери, Костромы. Также свое мастерство продемонстрировали фигуристы из Тульской, Липецкой областей, Республики Коми и Ненинского автономного округа. По итогам турнира ярославские спортсмены поднялись на пьедестал во всех разрядах. У наших ребят по три золотые, серебряные и бронзовые награды. Сейчас в городе формируется сборная команда по фигурному катанию. Победители первенства будут представлять Ярославль на региональных и зональных соревнованиях. Кнопочная рэмба в Рыбинске стартовал открытый городской турнир по киберспорту. Состязания получились массовыми, проходят три дня. Заявки на участие подали более полусотни команд из Ярославля и Рыбинска, Костромы. А это почти 300 человек в программе соревнования в двух популярных играх. Видом спорта компьютерный был признан в 2016 году. Это позволило проводить в стране официальные соревнования. В Рыбинске подобный турнир проходит впервые. Есть у отечественного киберспорта и своя федерация. Относиться к этому можно по-разному. Однако участники виртуальных баталий отмечают, игра учит коммуникации, взаимовыручки и тактики. Тут больше важна командная игра, как командная связь между другими людьми и благодаря этому строится победа. Тут главная задача найти общий язык с людьми. Мощный циклон, в результате которого шел снег в Ярославле, уходит на восток страды. В Оренбургской области метель, видимость всего до нескольких десятков метров. В Екатеринбурге резкое понижение температуры. Ночью до минус 4, днем минус 1 градус. Снег не будет таять. За пару дней такой погоды может выпасть до 3-6 сантиметров осадков. А к чему готовятся ярославцам? О погоде на четверг расскажу я, Ольга Муравьева. Здравствуйте. Ночью будут холодными. В Ярославле столбик термометров опустится до минус 2 градусов. А вот днем в условиях небольшой облачности солнце может прогреть воздух до плюс 2 градусов. Подробности далее. Новые квартиры в Вывняках. Звоните 33-22-00. Ночь в четверг в Ярославле облачно с прияснениями без осадков. Температура минус 2 градуса. Ветер северный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 85 процентов. Атмосферное давление 753 миллиметра штурного столба. Днем в четверг в Ярославле переменная облачность без осадков. Температура плюс 2 градуса. Ветер северный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 78 процентов. Атмосферное давление 753 миллиметра штурного столба. Плохо очкарику зимой и в мороз. Где помощь найти для нас не вопрос. Лазерная коррекция зрения в центре Идеал. На Чайковского 19. 72-12-18. Температура падает. Скидки растут. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на городском телеканале. Через мгновение в эфире художественный фильм «Город ангелов». Приятного просмотра. А я напоминаю, новости городского телеканала также доступны на сайте gtk.tv в пабликах и телеграм-канале. Сообщайте новости и в нашу редакцию по телефону 72-11-70 72-11-80. В студии работа Елизавета Корегина. Хорошего вечера и до встречи в эфире городского телеканала. Субтитры создавал DimaTorzok